Привет, мобильные геймеры! С вами Фликер, и наконец-то это свершилось! Началось событие, говорящее с вечности. Это очередной повтор, я всё время её пропускал и так и не смог с вами поделиться, что же там вообще такое происходит. Для тех, кто впервые видит эту игру, это красивый RPG, где есть тёмная и светлая кампания, там есть сюжет. Впервые более-менее такой нормальный, и мне нравится его повествование. То есть вам, конечно, придётся, да, читать, потому что на озвучку ушло бы ещё куча ресурсов, бабла, я имею в виду, даже для англоязычной. Поэтому здесь всё приходится читать. Но игруха красивая, мне она нравится, и я периодически в неё захожу, поигрываю, забираю какие-то награды, плюс ещё открываю и прокачиваю персонажей. Что ж, давайте отправимся в это событие и посмотрим, что здесь вообще происходит. Тут, я насколько помню, есть сюжет. Вот такая вот у нас арена. Это говорящая с вечностью. Ииии появляется, кто бы мог подумать, а появляются здесь демоны. Ииии во главе с Сукубой. Так-так-так, а вот и наша жертвенная овечка. Прочь. Я не позволю тьме осквернить священный храм. Понятно, у нас два персонажа есть, и нам сейчас, наверное, расскажут, как нужно биться. В первую очередь, конечно же, нужно избавиться от Сарта. Так, давай-ка его заваливаем. Отлично. Вот его два сразу. Так, ты чё делаешь? Ага, броню она повышает. Отлично. В самом начале нам дают полностью прокачанных персонажей, чтобы вы смогли ощутить всю мощь их. Ага, она у нас ещё и лечит. Замечательно. Так. Смотрю, уклонение у неё появилось какое-то. Так, обычной атакой этого, другой атакой этого, и говорящая с вечностью заваливает. Так-с. Тут мы, наверное, атакуем в первую очередь Ксарта. Опять же. Так. Назначила кровоток на меня, что ли? Офигела. Далее у нас вот эта тварь идёт. И после можно уже Сукубу фигачить. Но сначала броню надо. Одеть, обуть. Так. Слышь. Ещё один ход, и я смогу, короче... Вот что классно, он после атаки, если он противника добивает, то потом он ещё имеет право на ход. Думаешь, на этом всё, глупая жрица? Ты так долго тряслась над своими секретами, так долго скрывала этот храм от взора бездны, но скоро легату станет известно о его местонахождении. Ты не посмеешь. Не смей мне говорить, что я посмею, а что нет. Дело сделано. Дело сделано. Уходим. Вот так вот. Десять фрагментов мы этой барышни получили. Дальше у нас открылось следующее задание. Ещё, кстати, в игру добавили каких-то эльфов. Чуть позже я вас с ними познакомлю. Посмотрите. Ну а сейчас мы Круг Друидов выбираем и тут вот эти персонажики нам понадобятся. Саблезубый, Софти и... Так. Сакрив базарит. Я вызываю Кругу Друидов. Вы поклялись защищать с жизни свет. Ага. Вот они. Служительница Света. Чем Круг Друидов может помочь тебе? Отроди Бездны нашли путь в последний сокровенный уголок Аркадии. В храм Говорящих с Вечностью. Перехватите их, прежде чем эти сведения попадут к Легату Бездны. Во имя Света, умоляю вас. Мы сделаем всё возможное, Говорящие с Вечностью. Так, окей. Ну, давай лаким. Фигачим. Ну, здесь, кстати, персонажи, чё-то я смотрю, вообще лёгкие. Всё. Пройдено. Ещё 10 фрагментов мы получили. Дальше тоже открыто. Две звезды надо. А вот прыжок в неизвестность, там уже мне не получится поучаствовать, потому что у меня трёх персонажей с тремя звёздами и тридцатым уровнем снаряжения нету. Ладно. Ну, хотя бы это посмотрим. Здесь, к сожалению, уже нет никакого чё-то сюжета. Просто сразу начинаем с битвы. Так, давай атакуем так и так. Ну, вообще быстро разносится. Почему бы мне не отправиться в следующую катку? Но мне, скорее всего, не дадут. Или дадут. Нет. К сожалению, вот видите, один персонаж у меня всего лишь для этого задания. А тут у нас всего три осталось. Так. Есть у нас ещё охота на лис. Может быть, я здесь могу пройти? Да, смотрите-ка. Нужны мне орехоновцы. Так. И здесь даже сюжет есть. Обалдеть. Я уже, честно говоря, забыл, что тут у нас имеется. Ну, вот лиса у нас стоит. Цуна. Какие же вы настырные. Отстаньте. Это же не весело. Опа. Ага, вот и друид появился. Один из... Проклятие Орехоны никогда не ступало на землю с заповедного края. И впредь этому не бывать. Не подходите, гадкие зомби. Сейчас мы с учителем вам устроим. Да-да, вы уж тут разберитесь, защитники круга друидов. А у меня ещё куча дел. Пока исчезла. Как будто тессеракт использовала. Маг крови. О, бездна. Она опять сбежала. Задержите друидов, пока я подготовлю портал. Крови демонов для ритуала почти не осталось. Давай, задержим. Ух ты, нифига, они нехил так прокачаны. Так, ну, наверное, начнём с Лаки. Потому что этот засранец жизни будет пополнять. Ну-ка. Вот, кстати, орехоновцами я вообще не играл. И даже не знаю, какие у них способности. Я знаю только то, что у тени орехона есть повторная атака, когда мы его атакой убиваем кого-то. То есть он делает одну атаку, и потом, если он противника убил, делает ещё одну атаку на другого противника. Всё, короче, мы достаточно быстро завалили. Ещё 15 фрагментов этой Цуны получили. Но, насколько я знаю, чтобы её открыть, нам нужно больше фрагментов. Давайте перейдём в героя и посмотрим как раз там, сколько мне фрагментов этой Цуны ещё нужно. Цунушка. Где это тут у нас? Вот, кстати, есть у нас эльфы. Высшие эльфы. Стрелок. Странный стрелок. А чем она стреляет-то? Вот он почему возвращает туда, куда не надо? А, блин, Цуну-то у меня прокачана. Зверолюд она. Офигеть. Я почему-то думал, что у меня её нету. Замечательно. Четырёх звёздных звёздных. Теперь давайте все ей способности прокачаем. Первую атаку особенно. Пусть она у нас до 40 уровня будет. Блин, замечательно. У меня, оказывается, есть Цуна. Я вообще про неё забыл. Так, окей, давайте дальше посмотрим на эльфов. Есть ещё вот этот эльф у нас. Как тебя зовут? Мизухико. Иллюзии, наведённые Мизухико, помогут сбить врагов с толку, а создаваемые им щиты закроют товарищей в час опасности. Вот так он у нас выглядит. И, возможно, он ещё жизни восстанавливает, но это не точно. Так, окей, ещё, по-моему, один эльф есть. Так, не один эльф. Босс. Дай мне. Дай мне. Блин, а где этот босс-то есть? Что-то я его нигде не встречал. Напишите, если вы чаще меня играете в эту РПГ. Дальше есть Хотей, Высший Эльф, Целитель. Вот он, кстати, будет Целитель. Хе-хе-хе-хе. Старый Учитель давно отложил свой меч и выбрал путь мира и созидания. Замечательно. Созидание – это хорошо. Так, и Кабуто. Защитник. Даже безумие, наслонная бездна, не помешает ему исполнить свой долг. Защитить союзников. Возможно, он накладывает броню какую-нибудь на своих товарищей. Так, ну и на этом всё. Сандериэль только осталась. Но она, по-моему, была ещё давненько. По обликам вроде бы у нас тут ничего нового не появилось. Так, у тебя чё тут? Хотя вот этого чувака я не видел в таком ледяном обличье. Это у нас была в таком. Помню, Данайя тоже была. А здесь типа мумия такая. Крипово выглядит. О, Ксарт ледяной. Круто выглядит. Мэтб. Мэтб. Этой подруги у меня нету. Кстати, надо посетить рынок и посмотреть, что у нас появилось там. Может быть, что-то интересное выпадет в сундуках. Ах. О, есть великий сундук героев. Красота. Там можно какого-нибудь годного персонажика открыть. Я надеюсь. Не всегда, конечно, выпадают годные, но давайте. От 30, короче, до 150 осколков случайных героев из перечисленных ниже. Ну, давай. Кого ты мне тут дашь? 7 осколков Грока. Тирос. Троддора. Вот 40. Нормально. Думаю, я сейчас его как раз прокачаю. Так. Арена. Что у нас здесь? Мне здесь нужна суккуба, но что-то её нет, поэтому... Ой, не-не-не-не-не-не. Приобретём Ксарта. Долина сокровищ. Здесь у нас ничего интересного, кроме вот этого чувака и Ксарта. Рейды, кстати, я вообще давно не запускал. Давайте ещё отправимся в раскол этой мир и попробуем здесь побороться. Возьму я своих демонов. Блин, надо их прокачивать, конечно. Слабовато они для этого задания. Здесь очень тяжело. Офигеть. Так, вот этого теневого бы недоступно. А, только их мы атакуем. Ну ладно. Давай поцелучек накинем. Уворотливость поднимем нашим демонам. Так, давай всех. Жесть, долго придётся долбить. Так, отлично. Вот этого суккуба недоступно и этого недоступно. Собака. На, завалим. Ладно, с этими мы достаточно быстро разобрались. Дальше будут персы потяжелее. Здесь я бы вот с этой подруги начал. Так, начали атаковывать, да? Блин. Надо было вот этого перса валить, потому что он будет на себя всё внимание приманивать. Назовём это так. Так, снова повышаем уворотливость демонов и погнали опять валить его. Ну а чё нам остаётся-то? Так, снова тебя. Мне тут их не нужна. Блин, у меня сейчас этого завалит самого мощного демона. Ну-ка. Отлично. Оп, сарики. Мы его огненного зафигачили. Собака невидима ещё. Так, я надеюсь, мне дадут сейчас восстановить. Блин, у ксарты жизни осталось чуть-чуть. Собака. Ну ладно, хотя бы пройти может получится. Вот чуть-чуть жизнью мы к сарту подняли. Давай. Уворотливость. Погнали. Офигеть, вот это будет жёстко сейчас. Всё. Всё-таки завалили. И ксарты завалили, и суккубу сейчас завалят. Сволочи. Негодяи. Всё. Всё. Не смог. Надо прокачивать демонов. Не хватает мощи для прохождения. Так. Ну знаете, я бы что сделал. Зашёл в первую очередь в героя, потому что... Я там неплохо так получил фрагментов Тродора. И мы сейчас его поднимем. Гномы тоже пригодятся. В каком-то событии они нужны. Так, пусть до 39 уровня мы тебя прокачаем. И давай, наверное, отправимся в долину сокровищ. Может быть, даже попробуем. Попробуем. Ого. Нифига себе. Так. Давай-ка мы сюда реально. Возьмём сейчас какого-нибудь демона к себе в команду. И то есть там можно будет нехилое количество фрагментов этого получить. Вот. Возьмём Сакарев, может быть. Или лучше всё-таки демона какого-нибудь. Давай Мэдб возьмём. Пусть Друид будет у нас в команде. Ну, я думаю, получится быстро расфигачить. И, блин, я заполучу нового персонажа. Поспи. На них не вижу смысла какие-то суперспецатаки тратить. Так, здесь мы фигачим вот этого чувачка. Потому что он иначе восстановит жизни. Давай, Сакуба. Уворотливость. И погнали. Жизни решил забрать. Отлично. Третий раунд. Так, здесь мы валим. Забываю, на самом деле, как зовут. Очень давно не играл. Я каждый день захожу, просто забирая награды. Блин, как его зовут-то, а? Так, что-то в жизни я не вовремя пополнил. Так. Отлично. Давай с демонами разберёмся. Эту усыпим немножечко. И демонов сейчас подзавалим. Так. Ещё один удар. Ах ты собака, блин! Не дал мне пройти на три звезды. Ну ладно, я, короче, с этим разберусь. Возможно, здесь, кстати, ещё кого-нибудь добавили. Ладно, ещё разок. Мы пройдём этот... Харгрим, во, блин, вспомнил, как его зовут. Так, рок у нас здесь есть. Неплохо так прокачан. Но мне нужен... О, давайте вот лаки возьмём. Чё бы нет. И ещё одну каточку. Давай. Лаки ты сможешь. Так, у воротливый снова поднимаем. Так, давай второго. Да, блин, вы задолбали уворачиваться. Нет, второго вот вали. Всё. Чуть-чуть посложнее даётся пока что, но это ладно. Сейчас мы быстро с ними расправимся. У нас есть лаки, которые будут лечить. Так что два перса у нас в команде, которые будут заниматься лечением. Так, давай лаки. Отлично. Немножечко прям, но тоже пойдёт. Так, завален. Почти завален. Ещё разочек. Замечательно. У этих сейчас, скорее всего, пониженный урон будет. Отлично. Ну всё. Снова третий раунд. Итак, начнём мы с Харгрима. Так, жизни не вижу смысла пока повышать. Блин. Вот это не очень сейчас получилось. Короче, цель у нас в Харгрим. Потому что он повышает атаку всем своим пацанам. Скажем так. Так, отлично. Снова уворачиваемость. Ещё немножко жизни восстановим. Эх, блин. Спряталась засранка. Ну ничего, мы сейчас разберёмся с демонами. Так, а у неё, короче, вообще невосприимчивость, можно сказать, к атакам. Отлично. Завалено. Вот. И сейчас можно как раз здесь кучу использовать сфер памяти, чтобы моментально проходить. Вот 12 штук я могу использовать, просто дальше не хватает мне энергии для прохождения. И 5600 у меня валюты, которые я могу потратить как раз, наверное... Долина сокровищ и возьмём Блинксарт. Не хватает. Ну ладно, давайте Аратара возьмём. Потому что мне нужно тоже этого персонажа открыть. Здесь, к сожалению, у меня мало валюты. Мало, мало, мало. Тут вообще нету. Надо в подземелье ужасов отправляться. Ну что ж, вот мы и наконец-то посмотрели на событие, говорящее с вечностью. Ещё я уровень себе немного поднял. И мне дали за это награды. Ну ладно, на этом я, пожалуй, закончу. С вами был по-прежнему Фликер. Всем спасибо за просмотр. Ставьте большие пальцы вверх. Подписывайтесь на мой игровой канал. Делитесь видео с друзьями. И не забывайте оставлять комментарии. Всем пока.